Так, напишите, пожалуйста, дайте знак, как меня слышно-видно, чтобы я могла, не теряя времени, уже начать свой сегодняшний эфир, который я назвала «Все секреты доктора натуропатии». Надеюсь, что меня хорошо слышат. Так, привет с Рима, приветствую. Друзья, очень рада. Приветствую своих старых подписчиков и новых. Новых прибыло за последнюю неделю довольно много. Поэтому сегодняшняя моя информация, она по большей части ориентирована на новых подписчиков и будет отвечать в основном на вопросы новой моей аудитории. Но я, конечно, понимаю, что здесь еще будут присутствовать и мои уже старенькие, знакомые. И если для вас эта информация покажется уже известной, хорошо знакомой, думаю, что не будет лишним просто ее оживить в памяти, повторить еще раз все, что, может быть, забылось, про то, как стать здоровым и стройным. Если по ходу эфира будут возникать какие-то вопросы, значит, вы их пишите в чат. Но я не могу точно обещать, что я успею ответить на все, потому что я сегодня запланировала себе такую грандиозную задачу. То есть пришло много запросов на мою публикацию до и после, на мой рилс. Пришло много запросов, как я этого добилась. Было много запросов на то, как мне это удалось. И поэтому я решила в рамках вот этого эфира примерно за час уложиться с объяснением того, как мне это удалось. Выложить все свои секреты и показать вам, что это доступно каждому. И это действительно очень такая большая, крутая задача, потому что на самом деле все, что я делала для того, чтобы прийти к той форме, в которой я нахожусь сейчас, на самом деле это заняло несколько лет. И когда люди видят до и тут же видят после, вот на одном слайде или в одном видео, в одном рилсе, для них это очень яркая картинка и показатель того, что они тоже так хотят. Но то, что за этим стоит, в общем-то, работа и система, вот так, наверное, будем говорить, может быть, не все это понимают. И моя задача сегодня вам объяснить, что это за система, которая стояла между этими до и после, что я делала конкретно, да, какие шаги. И примерьте их тогда на себя. То есть насколько вы сможете тоже делать эти шаги. Итак, из чего будет состоять мой разговор сегодняшний? Значит, первое, это я, поскольку я когда-то была больным человеком, ну, то есть человеком с определенным набором заболеваний, то первое, о чем я расскажу, это про истинные причины заболеваний, о которых вообще-то у нас в обществе молчат. Никто об этом не говорит, но я об этом говорю, и вы сегодня это услышите. Второй момент, это у нас будет очень больная проблема для женщин, это проблема лишнего веса. Я тоже покажу на своем примере, как это, да, как с этим бороться и как закрепить результат, чтобы не было возвращения на круги своя. Третий момент, расскажу, как я ушла с таблеток и как это вообще каждый может сделать, да, благодаря вот той системе, которую я внедрила в свою жизнь. Еще я расскажу вам об одном из древнейших видов инструментов для исцеления, но которым пользуется очень-очень мало людей в настоящее время. Вот. Ну и, конечно, расскажу вам о нескольких своих предложениях, среди которых будет одно очень уникальное и лимитированное. Я вам делала анонс об этом, и это будет в конце нашего эфира. И уже потом, насколько останется время, это ответы на вопросы, которые вы прислали заранее. Я, конечно, понимаю, что вот этот объем задач, которые я поставила на сегодня осветить, он очень большой. Поэтому я буду очень-очень краткой, прям буквально сжатой, без разбрызгивания эмоциями. Поэтому все начнем очень сухо, да, просто по шагам. Итак, коротко обо мне. Я родилась в 1963 году, соответственно, мне сейчас 59 лет, и до 53 лет моя жизнь была, это жизнь обычного человека, традиционно питающегося и традиционно мысливающего. Мыслящего. Но в 53 года в моей жизни появилась книга, вот она у меня, называется она «Экологическая медицина», и автор ее Марва Аганян. Эта книга перевернула все мое сознание и перевернула мою жизнь, и именно с того момента начался мой путь к здоровью. Поскольку к 53 годам я уже накопила лично лишнего веса и был набор заболеваний, то мне было очень интересно, как я могу справиться сама со своими проблемами без лекарств, без обращения к медицине, к которой я уже обращалась, и она мне не помогла никак. И вот этот метод, который был основан на принципе очищения организма через условное голодание, меня он заинтересовал, тем более, что и у моего мужа были проблемы, бронхиальная астма, больные суставы. И, конечно, мне, как экспериментатору, мне было очень интересно, как это все можно применить и будет ли какой-то успех. Я применила, я изучила эту методику, и я получил успех. И этот успех пришел очень быстро. Я стала изучать дальше это направление. Я закончила институт натуропатии, получила диплом доктора натуропатии. И вот уже 6 лет, получается, я живу просто, вот живу в этой теме, в теме натуропатии, в теме очищения организма, перехода на естественное питание и использование вот этих способов для оздоровления людей. Поскольку себя я уже оздоровила, своих близких я уже оздоровила, теперь я использую эти методы для того, чтобы оздоравливать всех, кто на меня идет, кто хочет тоже быть здоровым, встроенным, счастливым. Вот. Это вот такой путь, который я совершила, чтобы прийти к своему после, от своего до. Этот путь, он зафиксирован, запротоколирован. Я его не придумала. То есть меня нельзя уличить во лжи, там в обмане, потому что, начиная с 2016 года, я вела видеодневник на Ютубе. Я давала ссылку на свой канал. И можно прям четко отследить буквально по дням, с чего это начиналось в 2016 году, и как это было изо дня в день, и как я менялась, и какие у меня были косяки, какие успехи. То есть все-все очень четко прослеживается. Здесь придуманного нет ничего. Итак, я должна объяснить вам буквально в двух словах про истинные причины заболеваний. на самом деле, что касается каких-то острых заболеваний, ну, даже скажем так, не заболеваний, а ситуаций, связанных с травмами, несчастными случаями, какими-то срочными операциями. И вот это все, конечно, прекрасно делает медицина, точно так же, как она делает прекрасную диагностику, прекрасные там кардиоманипуляции и так далее. То есть медицина добилась, несомненно, очень больших результатов на сегодняшний день. И за это ей огромная, огромная благодарность. Вот. Но что касается хронических заболеваний, которые очень ярко проявляются вот к этому возрасту, да, и судя по тому, как много я получила сообщений вот за последнюю неделю от женщин моего возраста, 40+, 50+, 60+, то это именно проблема хронических заболеваний, ну, и вес, соответственно, там тоже как сопутствующие. Что касается хронических заболеваний, медицина честно и прямо говорит, что она не лечит, что хронические заболевания это неизлечимые ситуации, что это пожизненное существование вместе с таблетками. Так вот, я узнала, да, и я на собственном опыте убедилась, что на самом деле хронические заболевания есть не что иное, как следствие общего загрязнения организма. Если в двух словах общее загрязнение организма происходит из-за неестественного питания. Современные люди питаются не так, как питались наши предки. И это очень сложное питание, это гипертрофированное питание, это слишком большое внимание на питание и очень много вареной еды. То есть много вареной еды, много еды с искусственными добавками, много очень сложной еды, сложно составной. И такого не было раньше. И в результате вот этих вот всех манипуляций цивилизаций человечество стало просто погрязло в этих вот пищеварительных задачах, которые люди ставят своему организму. И организм перестал справляться с этими пищеварительными задачами. То есть пища не до конца расщепляется, остаются загрязнения в виде шлаков, токсинов. В кишечнике происходит процесс ображения и гниения. Из-за того, что пища не до расщепляется, залеживается, тяжело усваивается. И из-за этих загрязнений, которые сопровождаются накоплением шлаков и токсинов, в кишечнике создается очень неблагоприятная ситуация, воспалительная ситуация, которая сопровождается проникновением в кровь ядов, токсинов. И получается, что организм человека начинает просто питаться больной, ядовитой кровью. Будем называть вещи своими именами. Из-за этого происходят воспалительные процессы в различных участках тела, страдают различные органы, системы, происходят заболевания, которые медицина пытается лечить, но не может, потому что лечит последствия, а не причину. А медицина не признает загрязнение организма как причину, категорически не признает. Поэтому и лечение не заканчивается успехом, потому что последствия уничтожаются, но причина остается на своем месте. Так вот, натуропатия, она идет глубоко, она идет в причину, убирает причину, то есть очищает организм от шлаков и токсинов. И по мере очищения организма человек избавляется от всех своих диагнозов. Вот так благополучно избавилась я от своих от своих диагнозов. И также благополучно избавляются от своих диагнозов мои подопечные теперь уже благодаря очищению организма. Вот по этому методу Марвы Аганян, который называется условное голодание. И благодаря переходу на естественное питание. То есть то питание, которое максимально приближено к питанию первозданных людей. То есть питание растительной пищей по большей части сырой, питание очень простыми животными продуктами, неосложненными промышленной переработкой. И это, собственно, основа естественного питания. Во рамках одного эфира, конечно, я не могу сказать много про питание, потому что этому посвящено много времени, много работы, много курсов. И это очень большая тема. Но я сейчас просто перечисляю те шаги, которые я делала, чтобы вы понимали, как я этого добилась. То есть первое, я начала очищать свой организм методом условного голодания. Условное голодание означает, что это не прямой голод на сухую или на воде. Это голод, это жидкое питание при помощи питательных жидкостей, таких как травяные настои с медом и соком лимона и свежевыжатые соки. Вот это называется условным голоданием. Подробно о нем я тоже не могу говорить, потому что это очень большая тема. Вот сейчас вы узнаете, насколько она большая. Второе, что я параллельно с очищением организма, я начала переходить на другой образ питания. Я не называю это тип питания или вид питания, я называю это именно образ питания, как образ жизни. И это оказалось очень интересно, это оказалось очень заманчиво, привлекательно, вкусно, и как оказалось, это дает устойчивый результат. То есть с того момента, как я начала в 2016 году переходить на естественное питание, то есть я делала это постепенно, я не резко меняла свои традиционные привычки, потому что это было тяжело, я была приверженцем всех традиций, то есть пироги, колбасы и прочее, прочее, оливье, все это присутствовало в моей жизни, много выпечки, конфет, это было по полной программе, поэтому я начала постепенно менять свое питание и мало-помалу, примерно за три с половиной года я вышла на такое очень хорошее естественное питание, и я полностью перестроила микрофлоры своего кишечника, то есть благодаря вот этим правильным системным шагам я вычистила патогенную микрофлору своего кишечника, я очистила себя в хорошей степени от шлаков и токсинов, я вырастила у себя в кишечнике здоровую микрофлору, благодаря чему у меня сейчас нет проблем с весом, он не возвращается, у меня нет проблем с заболеваниями, они тоже не возвращаются, у меня очень много энергии, и я чувствую себя совершенно другим человеком, намного более полноценным, чем это было до 2016 года, и это очень легко отследить по моим фото, до и после, по моим видео, очень наглядно видно, какой был человек, какой стал, и несмотря на то, что я, конечно же, постарела, конечно, там некоторые писали в обсуждениях, что там была хорошая такая женщина, настала какой-то там сухенький мальчик, но это просто смешно, лучше я буду сухеньким мальчиком, но здоровым сухеньким мальчиком, у которого нет варикоза, нет мигрени, нет приливов бешеных, не болят суставы, и колени позволяют заниматься лыжами, подниматься на какой угодно этаж, лучше я буду таким мальчиком, чем я буду привлекательной похлой тетей, с лишним весом, и кучей болячек, у которых не очень счастливая жизнь, вот я лично так для себя решила, поэтому мне все равно, что там пишут про мальчика, просто, ну, посмеялась, вот, значит, уход, мы, так я вам объяснила, да, что основная причина заболеваний это загрязнение, очищая организм и переходя на естественное питание, мы решаем себя этих загрязнений, и поэтому мы потихонечку избавляемся от, сначала от каких-то симптомов, вот этих болезненных, потом потихонечку мы уходим вообще с диагнозов, снимаемся с учета, так сказать, и мы закрепляем наш вес, потому что загрязнение организма это основная причина нарушения обмена веществ, как только мы перестаем загрязнять организм и начинаем регулярно его очищать и заботиться о его очищении еще и во время налаживания своего питания, у нас обмен веществ нормализуется, микрофлора нормализуется, и у нас исчезает причина для принятия, во-первых, лекарств, они нам больше не нужны, потому что боли исчезают, а во-вторых, исчезает причина для возвращения веса, когда у вас нормальный обмен веществ, то вес, он не возвращается, у него нет причины возвращаться, потому что вся та еда, которую вы нормально потребляете, нормально перерабатываете, она вся идет на вашу энергию, на очистительные процессы, на вашу жизнедеятельность, всякую разную, но у такого организма нет нужды откладывать что-то в жир про запас, как видите, у меня нету никаких жировых прослоек, может быть, даже я и рада была бы где-нибудь их чуть-чуть поиметь, но вот их они не откладываются, просто потому, что обмен веществ очень и очень хорошо нормализовался, вот, и мои клиенты, те, которые приходят с хроническими заболеваниями, вот, когда я буду отвечать на вопросы, вы поймете, да, что это такое уходить с хронических заболеваний и уходить от лекарств, мои клиенты, когда приходят и начинают делать то же самое, что и я, то есть, очищать организм, учиться делать это правильно, перестраивать свое питание правильно, они мало-помалу, день за днем, месяц за месяц начинают отмечать, что у них перестала болеть голова, перестало скакать давление, меньше стали болеть суставы, и они начинают уменьшать свои обезболивающие, да, и потом мало-помалу происходит то, что отпадает необходимость принимать какие-то таблетки на регулярной основе, потому что нормализуются анализы, да, человек пошел проверять свою щитовидную железу, а у него хорошие показатели, щитовидная железа заработала, тогда спрашивается, зачем принимать ему гормоны, да, если у него заработала щитовидная железа, или у человека там был артрит, он там постоянно что-то принимал, какие-то препараты, вдруг перестали болеть колени, но не вдруг, а постепенно, да, зачем ему сидеть на препаратах, если нету причины, а все это потому, что мы убираем воспалительный процесс из кишечника в первую очередь, и из всего организма, как следствие работы с кишечником, еще и таким образом, значит, да, чтобы у вас отложилось это хорошо вот в ваших головах, что очищение организма и переход на естественное питание, это чисто натуропатические методы, это не имеет отношения к диетам и диетологии, это не имеет отношения к подсчету калорий и БЖУ процентному соотношению, это никакого отношения абсолютно не имеет, это совершенно другая система, натуропатия вообще, это, ну, как бы любовь к природе, да, натуропатия, то есть страсть к природе и стремление человека оздоравливаться природными методами, то есть натуропатия это наука, которая изучает природные методы как средства для оздоровления человека, природным методом мы относим и очищение, и питание, и солнце, и воздух, и воду, и травы, и другие целебные средства, вещества, которые только нас окружают в природе, вот чем отличается натуропатия, да, и когда ко мне люди приходят и начинают, там, вот это не очень ли это калорийно, а не перебрала ли я там какую-то там по белкам или по жирам, мы вообще не считаем, мы натуропаты, мы не считаем ничего этого, мы оперируем другими значениями, мы смотрим, насколько пища загрязняет человека и насколько она его очищает, вот это вот самый главный закон натуропатии, но загрязняющее питание и очищающее питание, это опять же в рамках одного эфира не скажешь, это целый отдельный курс про два вида питания и как его регулировать, да, чтобы по большей части очищаться, нежели загрязняться. И на фоне всего вот этого, вот очищения и перехода на естественное питание возникает еще один вопрос, это обращение к природным методам, которые я вот перечислила, на самом деле их очень много, и я хочу сегодня сказать об одном из таких природных методов средств, да, которое забыто, к сожалению, ну, правда, не всеми забыто, я знаю, что есть немало людей, которые используют это средство, но по большей части в основном люди больше ходят в аптеку, да, и спасаются таблетками, нежели обращаются вот к этому продукту, а продукт этот называется эфирное масло, чистое эфирное масло, я работаю с маслами только год, всего лишь год, и все, что я делала до этого года, да, это было только два вот этих метода, очищение и естественное питание, ну, и плюс еще, конечно, физическая активность, я думаю, это понимает каждый человек, что если мы не будем двигаться, хотя бы в режиме ходьбы, то мы не сможем наладить ни кровообращение нормальное, ни лимфодвижение, и это будет очень сильно мешать процессу оздоровления, поэтому продвижение я даже как бы не обсуждаю, это само собой разумеется, сейчас люди все грамотные понимают, что если сидеть на диване, то метаболизм не разгонишь диваном, вот, поэтому вот этим вот инструментом, который пришел ко мне год назад, эфирными маслами, я не пользовалась раньше, поэтому вот эти вот до и после, которые вы видели в рилсе, да, это исключительно на достижение вот этих двух методов, да, очищения организма и естественное питание, но когда я узнала про этот продукт эфирные масла и стала его применять, я поняла, что вот этих результатов, которых я добилась с помощью питания и очищения за 3,5 года с помощью эфирных масел можно добиться в разы быстрее и это подтверждает практика, просто у меня сейчас есть целая ну прям вот группировка, группа людей, которая идет вот в этом направлении с участием эфирных масел и я вижу насколько их результаты отличаются в лучшую сторону от тех, которые были у меня именно по скорости получения результатов то есть скорость намного выше и это конечно очень такое большое достижение то, что ну это не мое достижение это достижение вообще-то науки и науки древней потому что эфирные масла они из очень древнего времени это очень здорово что мы до сих пор можем пользоваться вот этими достижениями древней науки правда эфирные масла бывают разные и я очень прошу вас не путать эфирные масла которые продаются в аптеке там за 50 рублей за 100 рублей флакончики и те масла о которых говорю я я говорю о настоящих маслах в аптеке вы можете найти только ну либо синтетические либо полусинтетические варианты которые можно применять только для ароматизации помещения а те масла которые применяю я это масла дотера это чистые масла настоящие да настоящая выжимка из растений 100% натуральные и эти масла мы называем маслами терапевтического класса потому что их можно применять внутрь применять внутрь можно те масла которые для этого предназначены вот и как оказалось эфирное масло я раньше думала что ароматерапия это только красиво подышать приятно понюхать я думала что это про это эфирное масло но как оказалось что это и внутрь как добавка что это и наружно для устранения каких-то проблем со здоровьем то есть это такой комплексный подход и вот это было для меня самым настоящим открытием когда я начала применять эфирные масла именно как терапию то есть не как ароматизация помещения а как терапию я была поражена насколько быстро мы получаем результат причем очень неожиданный это и касается работы с желудочно-кишечным трактом это устранение боли буквально за минуту это и касается дыхательных проблем я уже говорила вам писала в сторис что мы с мужем прошли вот эту практику терапии и очищением и естественным питанием и только призвав эфирные масла на помощь нам удалось добиться глубокой ремиссии в отношении бронхиальной астмы мы мы купировали приступы у него больше нет приступов и это произошло именно на фоне вот такого серьезного лечения с помощью эфирных масел при помощи протоколов специальных нанесений на позвоночник стопы при помощи ингаляционных методов ну и при помощи применения внутрь то есть это оказалось намного более серьезная тема чем ароматизация помещений и вот это меня просто потрясло до глубины души можно так сказать и чтобы вот это вот все воедино соединить вот эти три основных метода ну будем говорить четыре да если так по честному то есть очищение питания физические практики и эфирные масла чтобы это соединить вот воедино и чтобы человек пришел ко мне и мог получить знания по каждому из этих направлений и применить их к себе я создала свою систему то есть я не могу сказать что я открыла какой-то ноу-хау да что-то какое-то там новое открыла нет я взяла все все старое все что было создано до меня я просто взяла все лучшее да я просто взяла все переработала это с учетом своего опыта потому что некоторые вещи действительно пришлось перерабатывать ну например вот эту книгу экологическая медицина многие жалуются что ее трудно читать ну да она написана ученым биохимиком да врачом Марвой Агонян и да там возможно не все заточено под простого обывателя там приходится вдумываться у меня например эта книга вообще вся в закладках она у меня вся в карандаше я ее читала уже раз в сто и все время с карандашом для себя что-то подчеркиваю и выискиваю конечно я слушала ее лекции когда я это самостоятельно все изучала и да я могу сказать что да где-то местами тяжеловато но когда ты одержим целью собрать эти знания то все получается в итоге я собрала вот все лучшее что я могла собрать от лучших людей от Поля Брега от Марвы Агонян от Михаила Советова от Арнольда Эрета еще из давних времен и многих-многих других современных и древних натуропатов у меня получилась моя собственная система в которой я соединила очищение питание физические практики и эфирные масла и вот на фоне на базе этой системы у меня сложилось в моей натуропатической деятельности несколько предложений для тех людей которые ко мне обращаются в которых в этих предложениях да я и представляю вот эти свою систему но немножечко в разных форматах и вот сейчас я хочу вам рассказать об этих предложениях о каждом формате для кого он да и что из него можно получить особенно конечно это интересно новеньким значит есть разные типы людей да есть люди которые любят одиночество они любят сами там что-то изучать копаться это вот я такой человек я люблю все изучать сама есть люди которым нужно обязательно быть в группе в групповом формате есть люди которые любят чтобы их вели за руку вот прямо вот пришел ты его взял ты его ведешь и больше ему никто не нужен то есть нужен такой проводник и учитель у меня есть предложение на все группы людей и так например для человека который любит и хочет работать самостоятельно у меня есть несколько обучающих курсов это уже готовые сформированные курсы на моей обучающей платформе в которые доступ открывается раз и навсегда человек берет этот курс заходит изучает и спокойно применяет потому что они наполнены всеми необходимыми теми материалами и знаниями которыми я могу поделиться на сегодняшний день есть книги на сегодняшний день их четыре ну пока бумажный вариант весь распродан оказался очень быстро и пока я еще не новый тираж еще не заказывала только планирую это делать поэтому пока четыре книги в электронном формате каждый по отдельности электронный вариант можно купить также я планирую аудиокниги те же самые сделать только в аудио формате уже давно меня просят но никак не хватает времени это записать ну и также для людей которые любят работать самостоятельно это моя короткая установочная консультация я называю ее БРИЦ-консультация она длится час и на ней человек может для себя расставить ну как бы вот эти вешки поставить задать все вопросы понять все ключевые моменты этой системы ну чтобы получить вот такое как сказать благословение да и пойти в жизнь вот с этой системой с этими ответами на свои вопросы самостоятельно это внедрять теперь следующие форматы работы для любителей групп у меня два формата для любителей групповых мероприятий связанных с очищением питанием и прочее это интенсив на который некоторые из вас зашли буквально заскочили прямо на днях и это марафон значит чем они отличаются интенсив это мероприятие которое длится три недели и в котором идет неделя на подготовку по питанию неделя на условное голодание неделя на выход из условного голодания и в общем и целом по выходу из этого группового мероприятия у человека складывается полное понятие того как проходит очищение через условное голодание как нужно выстраивать свое питание по окончании этого курса и собственно вот за три недели это все что мы можем сделать научиться базовым правилам естественного питания не связанного с диетами и научиться базовым основам очищения организма и второе мероприятие марафон по очищению организма это очень интересное и долгосрочное мероприятие а точнее бессрочное это мероприятие в которое можно войти и можно не выходить никогда то есть оно никогда не заканчивается это вечно работающий чат у нас телеграм это вечно работающая группа века с закрытым доступом ну то есть закрытая группа с обучающим материалом которые я сейчас буду переносить еще на гид-курс вот и это такой очень интересный формат работы в котором связаны как раз все четыре вот эти составляющие да то что я назвала и там люди используют все и этот формат работы хорош тем что видите у каждого человека есть в жизни разные периоды да вот сегодня он активен он на эйфории он я такой я хочу очищаться вот я замотивировался да и он там начинает что-то делать и все а потом может наступить такой период когда у него ну какие-то может быть события личного порядка да там охладел там с кем-то поругался переехал на новое место жительства поменял страну поменял веру там женился вышел замуж и так далее то есть он может ну как бы забывать об этом да а потом проходит время и он понимает блин я все забыл а у меня проблемы то вернулись да опять баканы росли опять там мигрень вернулась и он такой а мне же нужно снова марафон и он снова приходит в этот чат ну то есть он от него и не выходил просто он в нем не участвовал но он уже как бы ничего не платит у него пожизненное вот это вот членство в этом марафоне он возвращается в него вновь и вновь и это очень удобный формат работы и наконец мои предложения для индивидуалистов которые любят чтобы я вела их за ручку да чтобы вот так прям вот вот так прям шу-шу-шу никому больше не скажу только баечки и мы вот так вот дружим есть тоже два предложения значит первое предложение это трехмесячное сопровождение с большой консультацией с заполнением анкеты с составлением большой программы и с доступом к всем обучающим материалам которые нужны для понимания этой системы человек приходит мы с ним общаемся да он получает от меня программу он начинает ее выполнять и в течение трех месяцев он идет по этой программе и получает от меня какие-то корректировки да мы созваниваемся списываемся я ему объясняю его ошибки направляю его на нужный путь он задает мне вопросы в неограниченном количестве и таким образом мы дружим три месяца после по истечения которых человек отправляет самостоятельное плавание и вот теперь мы подходим уже немножко к концу еще правда на вопросы не отвечала но отвечу сразу после вот этого моего уникального лимитированного предложения сейчас я попрошу быть вас особенно внимательными потому что такие предложения я делаю редко я его делала точнее только один раз и вот сейчас это второй раз и оно лимитированное я его не могу взять на это предложение много людей потому что оно энергозатратное то есть это тоже касается индивидуального сопровождения но уникальность этого предложения состоит в том что вы входите в сотрудничество со мной вернее не в сотрудничество а в мое кураторство в мое сопровождение пожизненно нет слово пожизненно какое-то не очень удачное слово в бессрочном варианте вот так же как и марафон только это вот в индивидуальном формате со мной но это еще не все вы входите в него вместе со своей семьей то есть я становлюсь вашим семейным доктором натуропатии и я предлагаю вам свои услуги в бессрочное пользование то есть ровно столько сколько вам будет необходимо месяцы годы десятилетия пока я буду жива мы с вами находимся вот в такой коллаборации семейного доктора натуропатии что нужно чтобы получить вот такое вот уникальное предложение которое я могу предложить может быть пяти человеком только на сегодняшний день ну значит что нужно во-первых нужно иметь наверное кучу проблем скорее всего и нужно иметь очень большое желание чтобы от этих проблем избавиться это первое нужно действительно этого хотеть потому что на самом деле есть люди которые смиряются со своими проблемами и машут рукой ну типа все так живут но я поживу ничего я что особенный что ли какой-то вот значит получается что действительно этот человек который хочет со мной вступить в такие отношения должен быть каким-то особенным он должен очень сильно хотеть избавиться от своих проблем и возможно от проблем еще которые есть со здоровьем я имею ввиду у членов его семьи проблемы с весом я их отношу к проблемам со здоровьем потому что это одно и то же это как бы одно составляющее следующее что должен ну что нужно для того чтобы получить такое предложение нужно мне просто поверить поверить на все сто процентов что это работающая система и это работающая практика ну мне кажется это сделать несложно поверить потому что ну во первых жизнь показывает что мне вообще люди верят вот недавно я получила такое сообщение в директ мне написали что у меня на страничке очень теплая домашняя атмосфера и вот это вот наверное как раз говорит о том что действительно я не строю что-то я вот есть то что я есть и я предлагаю то что я знаю я делюсь тем что я сама прошла на своей собственной шкуре и то что уже отработано опробовано и здесь ну не верить просто нельзя а вот оно оно все на ладони так следующее что нужно нужно дать свое добровольное согласие на изменение питания но сразу скажу что не резкое я не сторонник резких изменений поэтому если мы входим с человеком в такое долгосрочное да бессрочное сотрудничество то конечно же это будет постепенная подход к изменению питания потому что я сама знаю да я сама это проходила я знаю что находясь на традиционном питании на всех этих булках сосисках и прочих там радостях жизни очень трудно как-то кардинально изменить питание практически невозможно даже уже из-за того что микрофлора не будет к этому готова и ваш организм будет ну бунтовать это очень трудно поэтому нужно дать согласие на то что вы постепенно будете менять питание дальше нужно дать согласие на то что вы будете внедрять в свою жизнь базовые основы очищения организма это тоже делается очень плавно и постепенно то есть не надо думать что я прям с первого дня вот вы заходите ко мне в сопровождение в мое кураторство не нужно думать что я с первого дня буду вас сажать на голод пусть даже он условный вот это вот ни в коем случае у меня бывает даже скорее наоборот очень часто приходят люди и прям стучат копытами с порога бая давайте очищаться я хочу очищаться вот они там почитали где-то послушали да они узнали что есть такой детокс что можно с помощью детокса очень хорошо оздоровиться там да и прям вот давайте очищаться но я всегда торможу таких людей я всегда говорю нет ребята стойте если вы сейчас сразу броситесь детокс вы получите интоксикацию это серьезное серьезное мероприятие к нему нужно готовиться и поэтому сначала я всех завожу на свои лекции норовоучения на изменение питания и мы готовимся плавно вот поэтому давая согласие на очищение организма нужно понимать что вы даете согласие на постепенное внедрение в вашу жизнь очень мягких и комфортных способов очищения организма или называйте это детокс как хотите это называйте но это называется избавление организма от шлаков и токсинов ну и последнее что нужно чтобы стать вот таким клиентом да моим это просто понять выгоду этого предложения я вам сейчас назову цифры и непонятие будет невозможно эту выгоду значит смотрите трехмесячное сопровождение клиента да вот то что я называла вам первую свою услугу трехмесячное индивидуальное сопровождение стоит 23 800 то есть мы работаем с человеком три месяца за 23 800 и расстаемся а теперь внимание стоимость предложения на бессрочное мое кураторство и сопровождение всей вашей семьи в качестве семейного доктора натуропатии стоит в два раза дешевле я сейчас поясню но это будут не деньги которые вы отдадите мне заплатите мне нет это будет ваше добровольное согласие на использование эфирных масел в вашей терапии в вашем оздоровлении в лечении ваших хронических заболеваний и в общем и целом в работе над вашими проблемами с весом внешностью и здоровьем то есть вы становитесь моим компаньоном партнером по эфирным маслам выступаете в компанию дотера по моей регистрации по моей регистрационной ссылке вы приобретаете себе базовый набор эфирных масел из 10 штук которые мы с вами начинаем использовать очень активно в нашей с вами работе в работе для как лично с вами так и для членов вашей семьи потому что эфирными маслами хорошая новость может пользоваться любой человек любого возраста начиная с грудного младенца и заканчивая пожилыми людьми не только каждому возрасту есть свой особенный подход и вот теперь когда вы прослушали это предложение то есть да это ровно в два раза дешевле либо вы платите 23 800 и мы работаем три месяца и расстаемся либо вы платите 11 900 ровно в два раза меньше но не мне а покупаете себе просто набор эфирных масел по моей ссылке и мы с вами не расстаемся никогда и вы получаете от меня полный комплект да всех моих наработок связанных и с питанием и с очищением и с эфирными маслами и с другими методами натуропатии которые нужны для здоровья да и стройности и вы получаете эти материалы и знания и консультации мои и мою поддержку на бессрочном на бессрочной перспективе предложение действует прямо сейчас сейчас я буду отвечать на ваши вопросы вы пока думайте над всей выгодой этого предложения когда закончится эфир вы мне быстренько пишите ну либо в директ либо в телеграм в личку или на канале в чате и первых пять человек я забираю себе вот на это моё лимитированное предложение теперь отвечаю на вопросы вопросы как я поняла в основном были от людей которые либо уже что-то слышали про условное голодание либо ничего ещё не слышали но страдают от тех или иных заболеваний и интересуются а можно ли их излечить вопросов вот тут я выбрала 11 таких наиболее типичных и сейчас быстренько на них отвечу как раз осталось 10 минут у нас значит первый вопрос прямо вопрос который мозоль уже на языке набил это антипаразитарка что якобы нужно обязательно делать антипаразитарку если не будешь её делать то паразиты там вгрызаются в внутренние органы и всё такое прочее вот у меня здесь ответ очень короткий и вообще без подробностей значит так если вы подозреваете что у вас есть паразиты ну вот не знаю как-то вы это подозреваете самый верный путь я считаю пойти в какой-нибудь медицинский центр пройти полное обследование весь спектр анализов сдать если у вас выявляются действительно откровенные эти паразиты просто пройти нормальную травлю их обычными медицинскими методами медицина сейчас очень преуспела в травле паразитов во всяком случае это будет под контролем врача это будет надежно и потом посмотрите свои анализы и убедитесь что всё сделано правильно и кроме того что нужно пройти вот обязательно вот эту медикаментозную травлю нужно ещё и понять а в чём причина либо вы целуетесь с вашими котиками либо вы не моете руки кушаете грязными что-то там грязное либо что я не знаю ещё что там может быть ну какие там ещё причины пьёте сырую воду из лужи просто понять причину и чтобы больше такого не было ну то что котика в попку целовать нельзя это понятно иначе это будет пожизненный гельминтоз но но если вы не уверены в том что у вас есть паразиты и вообще нет никаких доказательств что это только ваша фантазия что они у вас там есть и вы вдруг решаете что надо кого-то травить то я вам сразу скажу что это бред это бред сивой кобылы вы не знаете что у вас внутри у вас там очень большой мир там бактерии вирусы там простейшие там и паразиты есть но это свой внутренний мир в котором есть своя свои определенные правила жизни и вмешиваясь в эти правила вот какими-то неумными подходами травить неизвестно чем какими-то там порошками это понимаете это как будто махать кулаками в воздухе бороться с тем не знаю с кем я считаю что это вообще не имеет никакого смысла это смешно и глупо когда вы занимаетесь очищением организма на обычном на обычной основе вот так как описывает Марва Аганян через условное голодание и когда вы выстраиваете свое нормальное естественное питание у тех паразитов которые там может быть даже у вас и есть у них просто шансов не останется на выживании потому что среда будет неподходящей и они выйдут на на одном из очередных курсов очищения организма они просто выйдут и тому уже массы примеров просто люди фотографировали и показывали что из них выходит поэтому никакой антипаразитарки я никогда не провожу ни в каких курсах речь об этом не поднимаю и мне эти вопросы не задавайте так следующий вопрос кому противопоказано условное голодание значит оно противопоказано людям с истощением это раз людям очень сильно пожилого возраста ослабленным это два людям в крайней степени онкологии в тяжелой ну и людям у которых есть проблема с проходимостью кишечника вот это пожалуй все есть даже детская методика очищения детей можно и нужно очищать и таким образом мы делаем их более здоровыми у меня есть даже целый курс детское здоровье который как раз рассказывает об этой детской методике очищения следующий вопрос как правильно выйти с условного голодания вопрос большой но отвечу на него очень коротко выходить на сырой растительной пище в тщательно перемолотом состоянии первые там два-три дня потом можно переходить на кусочки следующий вопрос как думаете может ли голодание помочь с грыжей в шейном отделе значит грыжа соответственно мы понимаем что есть какое-то смещение на фоне этого возникают отеки застои воспалительные процессы и как следствие болевой синдром поэтому что может сделать здесь условное голодание оно запускает лимфодвижение оно очищает кишечник но через кишечник выводятся стоки которые лимфа туда опускает со всех частей тела там где есть застойное явление отек лимфа тоже застаивается соответственно когда мы начинаем очищать кишечник у нас активно лимфа начинает двигать эти стоки отек уходит соответственно высвобождаются вот эти рецепторы нервное окончание кровеносные сосуды все это высвобождается и поэтому боль уходит поэтому вы можете добиться исчезновения или постепенного снижения боли именно благодаря вот этой практике а то что касается смещения это уже вопрос немножко другого характера но то что вы можете облегчить свою боль это 100% в коленях хруст при вставании и поворотах периодическая боль при движении да это тоже уже говорит о глубоком поражении поражение тканей глубоко то есть на уровне костей это происходит постепенно скажем так не за один год а скорее всего за десятилетие то есть накапливается загрязнение в кишечнике происходит плохое проникновение питательных веществ в кровь соответственно кровь обедняется какие-то органы недополучают питание в связи с этим они начинают хуже функционировать и теряют свои естественные природные функции да там исчезает какая-то смазка жидкость ткани начинают разрушаться кости могут деформироваться и мы получаем боль что происходит при очищении организма да который мы называем условным голоданием все то же самое очищаем стенки кишечника снимаем отеки улучшаем кровоснабжение и кстати мы улучшать кровоток кровоснабжение можем не только при помощи очищения организма но еще и при помощи эфирных масел есть специальные эфирные масла которые усиливают кровоток при наружном применении мы можем усилить кровоток к проблемным частям тела да и таким образом с улучшением кровотока мы получаем уменьшение болевого синдрома вот все очень просто следующий вопрос перга помогает усвоению белка так ли это тренируюсь но мышц нет что такое перга поскольку мы занимаемся с пчелами да у нас своя пасека то мы знаем что перга это пыльца которую пчелы собирают упаковывают да запаковывают запечатывают и благодаря процессу ферментации который который они сами же и устраивают да с этой пергой она превращается в очень хорошее белковое соединение то есть это белок перга это и есть белок это она не то что помогает усвоению белков она сама по себе является белком но что касается нарастания мышц вот тренируюсь а мышц нет тут дело не только в белке не только в пчелином белке да в перге не только в обычном белке животном или растительном тут еще да дело конечно правильно тренировать мышцы надо если их не тренировать то ешь белок сколько угодно но они не не нарастут ну вот еще есть одна хитрая вещь дело в том что не надо забывать про очень хорошие качественные растяжки потому что мышца будет нормально формироваться развиваться только в том случае, если у нее будет регулярно, она будет испытывать такой процесс растяжения и возвращения себя в исходное состояние. Если вы только тренируетесь и перенапрягаете ваши мышцы и не можете правильно их расслаблять и неправильно или недостаточно делать растяжки, то вот это перенапряжение, оно как раз наоборот способствует ослаблению мышц и у вас не будет вот этой упругости, которой вы хотите. Следующий вопрос. Вылечиться от астмы. С чего начать? По астме я разработала целую инструкцию на основе нашего с мужем опыта. Это бесплатно. Просто запросите у меня в директ ссылочку или там в телеграм-чате. Я дам ссылку на эту инструкцию и там будет прям пошагово с чего начать и чем закончить. Как часто на ОГЭ делать тюбаж? Тюбаж – это очищение печени и желчного от накопившейся желчи. Тюбаж мы делаем один раз на входе в условное голодание, но в особых случаях можно делать и два, и три раза тюбаж по особым показаниям. Ну, показания, они тоже бывают разные. Это в индивидуальном уже как бы разговоре обсуждается. Так, если еще пока приходится пить лекарства, как их пить при условном голодании? При условном голодании мы пьем только те лекарства, которые имеют жизненные показания. То есть вы без них умрете. Если есть лекарства, без которых вы не умрете, вы можете прерваться на время, пока вы делаете вот это свое очищение через условное голодание. Но можете и не прерываться. Это дело добровольное. То есть там хапнуть лишний токсин, но это как бы слабая такая версия по сравнению с тем, что вы хапаете всю жизнь и хапали. Поэтому ну хапните вы еще там на условном голодании недельку, другую, третью. Как бы ничего по сути не изменится особо. А то, что вы при регулярном очищении постепенно сможете уйти от лекарств, это 100%. Так, уйдет ли коллоидный узел щитовидной железы 2 см? Ну это точно такая же история, что когда у нас что-то не в порядке в организме, начинается сбой на разных уровнях, на уровне разных систем. Этот сбой часто приводит к тому, что ткани разрастаются неестественным образом. Понимаете, организм это очень умное такое, мудрое создание, человеческий организм. И когда что-то идет не так, в данном случае, когда его загрязняют очень активно, он отвечает неадекватными реакциями. То есть вот разрастанием ткани он вполне может себе ответить. Как доброкачественным, так и злокачественным. Но хорошая новость состоит в том, что когда организм очищается, то он опять же благодаря своей мудрости, вот этой природной, которую создатель вложил в наш организм, он включает обратную реакцию. То есть вот те ткани, которые разрастались, они могут рассасываться и исчезать именно из-за того, что нормализуется обстановка внутри организма. То есть нормализуется обмен веществ, выравнивается кислотно-щелочная среда, мы убираем шлаки и токсины, то есть это пониженный токсичный фон. Организм начинает функционировать в своем природном нормальном ритме. Соответственно, отваливаются папилломы, как было в моем случае. Исчезают бородавки. Уменьшаются и исчезают новообразования. Кисты, фибромы, миомы уменьшаются и могут вплоть до полного исчезновения. Это живые факты. Это вот прямо и я, и люди, которые у меня были, мы наблюдали и продолжаем наблюдать такие случаи. Так, ну и вот последний вопрос. Болит желудок, гастрит. Можно ли вылечить? Ну, я так понимаю, можно ли вылечить с помощью вот этих вот мер, да? Для очищения, питания, эфирные масла и так далее. Да, 100% можно вылечить желудок. И очень много таких людей, которые приходят с больным желудком и уходят со здоровым желудком. Либо не уходят, а продолжают со мной долгосрочное сотрудничество. Просто больной желудок – это воспаление слизистой желудка, гастрит, да? Всегда, когда мы имеем суффикс «ит» в слове, в диагнозе, это говорит о наличии воспалительного процесса. А воспалительные процессы возникают только там, где есть для этого благоприятная среда. То есть загрязнение шлаками и токсинами. Когда мы выравниваем свой уровень шлаков и токсинов, то есть сводим его до минимума, да? У нас меняется и кислотно-щелочной баланс, да? Меняется состав химически-желудочного сока. То есть он нормализуется, он перестаёт раздражать стенки кишечника. Заживляются раны, в том числе и раны на стенках, на кишечниках этого желудка. Погастрит же говорим. Поэтому это всё обратимо. Поймите, вот необратимо только смерть. Вот только смерть нельзя отменить. А вот любой диагноз, если это не последняя стадия онкологии, любой диагноз можно притормозить, повернуть вспять, сделать обратный отсчёт в обратную сторону и потихонечку вернуться к своё исходное нормальное здоровое состояние и убрать этот диагноз. Это всё абсолютно реально возможно при помощи вот этих средств натуропатии. Я на сегодня исчерпала всю свою программу, сказала всё, что могла. Значит, обязана напомнить вам о своём уникальном, лимитированном предложении. Моё бессрочное кураторство. Пять человек, которые согласны на то, чтобы менять питание, очищаться, использовать эфирные масла и доверить мне своё здоровье, свои проблемы, чтобы мы их вместе решали в бессрочной перспективе. И также проблемы всей вашей семьи готовы стать вашим домашним доктором натуропатии. Благодарю вас за внимание. Это наш не последний эфир. Мы с вами регулярно встречаемся и будем встречаться. А на сегодня всё. Всем хорошего вечера. Спасибо большое.